Продолжаем выпуск. Комбайны с климат-контролем, аудиосистемой и видеокамерами. На Ставрополье сегодня прошел масштабный показ сельхозтехники. Гости форума «День поля-2017» могли не только увидеть машины в действии, но и пройти тест-драйв, а также совершить покупку. О выставке в новом формате Александр Григоров. От прицепов и самоходных косилок до почвообрабатывающих агрегатов и массивных комбайнов. На Дне поля была представлена сельхозтехника на любой вкус и для любых аграрных задач. Возможности агрегатов можно было испытать прямо на месте. Посетители могли пройти тест-драйв и приобрести то, что понравилось. Приятно, впечатляет. Не стыдно за нашего производителя. Вся техника на выставке под брендом «Рассельмаш». В этом году компания стала основным партнером Дня поля. Сделки заключали прямо на месте. Многие образцы с выставки отправились в гаражи фермерских хозяйств и уже скоро приступят к работе в полях. Уже скоро на Ставропольские поля выйдет и этот аппарат внушительных размеров. Комбайн из новой линейки сельскохозяйственной техники «Рассельмаша». Это жемчужина отечественного сельхозмашиностроения. По своим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам и стоит на порядок дешевле. Комбайны оснащают климат-контролем и камерами видеонаблюдения. Одна из базовых опций – система удаленного мониторинга. Эта система позволяет нашим клиентам из их офисов на экранах мониторов или смартфонов видеть, где и чем занимаются комбайны. Местонахождение, скорость уборки, количество выгрузок, расход топлива. Но главный плюс большинства машин – высокая производительность. Качество, которое больше всего ценят аграрии. Это позволяет ускорить процесс уборки урожая и минимизировать потери. Что такое уборочная работа? Мы должны в сжатые сроки убрать и заложить ее в закрома, а дальше уже ее распределить. Я думаю, не зря сегодня мы, крестьян, собрались здесь. Каждый четко, продуманно, технолог, руководитель подойдет, приобретут. Это на перспективу уже пошло, уже на перспективу мы работаем. Главной темой для обсуждения на выставке стала уборочная кампания. До нее осталось меньше месяца. В этом году глава региона поставил задачу превысить прошлогодний урожайный рекорд. Для этого необходимо собрать 11 миллионов тонн зерна. Задача сложная, но выполнимая, считают аграрии. То есть мы подводим краткие итоги, что мы сделали для того, чтобы был сформирован урожай 2017 года. Он сформирован неплохой, нужно довести конечную доводочку и убрать и заложить, как Николай Тимович сказал, в закрома наш урожай. Всего на Ставропольские поля в этом году выйдет 6000 комбайнов. Им предстоит убрать урожай с площади в почти 2 миллиона гектаров.